Дорогие друзья, сегодня мы впервые в 2021 году начинаем наши встречи, наши субботние встречи, лектория, вневременная мудрость для начинающих. Ну, не такие уж начинающие, конечно, и собрались тут, но так или иначе мы говорим о краеугольных вещах, которые включены в теософскую традицию, в теософское учение. И сегодня у нас будет знакомство с универсальными космическими законами. О законе гармонии и равновесия нам сегодня расскажет наш киевский лектор Елена Викторовна Щербина или просто Елена Щербина. Мы уже имели удовольствие слушать её. Так что, пожалуйста, Елена, включайтесь, и мы настроены вас слушать. Здравствуйте, дорогие друзья! Тема у нас сегодня очень красивая – «Универсальный закон гармонии и равновесия». Меня зовут Елена Щербина. Я член Киевского Тосовского отделения Анг, Тосовского общества в Украине. Итак, перед тем, как мы сейчас попробуем погрузиться в эту тему, я бы хотела зачитать фрагмент, цитату из письма мастера Каха Синету. Очень интересный фрагмент. Он пишет «Даже самая слабая тень расхождения во взглядах вооружает искателей одной и той же истины во всех других отношениях искренних и открытых. Скорпионьим жалом ненависти своим же братьям равно искренним и открытым. Обманутые жертвы искажённой истины они забывают, а может быть, может быть, никогда и не знали, что разногласии есть гармония Вселенной». Вот такой, казалось бы, парадокс. Но я думаю, если мастер пишет об этом, он знает, о чём он пишет, и давайте попробуем разобраться, почему же разногласии есть гармония Вселенной. Что же такое универсальные космические законы? Их ещё называют «божественные законы», «законы природы», «космические законы», «высшие законы», «высший суд» – есть такое название очень красивое. Невременная мудрость говорит нам о том, что существует некий божественный план, план Творца, Бога, Логоса, нам с вами неизвестный, и для воплощения которого необходимо действие определённых законов. Великие сущности иерархии, они же архангелы, элохимы, старшие братья по разуму, и являются носителями или воплощением этих законов и способствуют их проявлению. Назначение этих универсальных космических законов приводит всё вокруг в соответствии с Божественным планом. Они называются универсальными, потому что действуют абсолютно на всех планах бытия, будь то космический, галактический, планетарный или личностный. Механизм действия этих законов нам неизвестен. Мы не можем управлять ими, мы не можем повлиять на них, мы даже не можем увернуться от действия этих законов. Как писал Лервантов, но есть и Божий суд. Но что мы можем? Мы можем только изучать их, понимать их, выполнять их и повиноваться ими. Итак, что же это за законы? Ну, вот здесь вот перечислены некоторые, не все, а те, которые вот мне это повспоминались. Сейчас я их зачитаю. Их достаточно много, и это далеко не все. Закон кармы или причины-следствия, закон эволюции, закон цикличности, закон ритма, закон полярности, закон дуальности, пола, аналогии или подобия, закон прирождения или реинкарнации, закон единства, закон гармонии и равновесия, о котором мы сегодня поговорим. Закон нейтрализации, закон пользы, закон вибрации, закон энергии, закон привлечения или притяжения, закон резонанса, ментализма, времени, относительности и так далее. Нужно сказать, что между этими законами существует некое согласие, соответствие. Они взаимопроникают друг друга, взаимодополняют друг друга и работают в таком слаженном неком механизме, друг друга как бы дополняя. Нужно сказать, что эти законы являются в древнем мире и даже начало нашей эпохи, это были тайные законы, их еще называли герметическими принципами. И знаниями этих законов владели только освященные, ну это были жрецы, фараоны в древнем Египте, в древние греты, это были великие императоры, наверное, полководцы великие, люди, которые стояли на определенном уровне развития. И знания эти, знания этих законов, принципы их действия нигде не указывали, не записывались. Они передавались от посвященного к ученику из уст в уста. И можно сказать, что герметическое, да, герметическое это как бы тайное, это то, что закрытое, закрытое, закрытое на какое-то определенное время. Но время пришло, тайное становится явным, и законы эти уже известны и нам с вами, и о них говорят, их изучают. И, ну, можно сказать, что первым таким кодексом или собранием законов, ну для меня лично, я думаю, так оно есть, явилась книга «Кибалеон». Вот это первое издание, которое вышло на русском языке, а впервые «Кибалеон», это сборник, можно сказать, грубо говоря, законов, был напечатан во Франции в 1909 году. Авторы были трое посвященных, которые пожелали остаться неизвестными. То есть автора как такового мы не знаем. Нужно сказать, что эта книга записана на основании устных преданий принципов герметики, которые передавались, как мы уже сказали, от посвященного посвященного на протяжении столетий. И вот эта цепочка устных преданий, сохраненная в веках, и называется «Кибальон». Кибальон. Знание, заключенное в этой книге, охватывает взаимоотношения человека и природы. И, исполняя его принципы, посвященный, становится королем материальной вселенной. Отсюда и его название этого искусства – королевское искусство. Ну, здесь приводится основных семь принципов, герметических принципов в этой книге. И вот, что самое интересное, цитата, давайте мы ее прочитаем, о важности не только изучения этих принципов или законов, но и о важности их выполнения. Полумудрецы, осознавая сравнительную нереальность вселенной, воображают, что они могут игнорировать ее законы. Таковые являются самонадеянными и тщеславными глупцами. Истинно мудрые, сознавая природу вселенной, используют закон против закон, высшее против низшего, и посредством искусства алхимии преобразуют нежелательное в ценное. И таким образом, мастерство заключается не в ненормальных мечтах и видениях, и фантастическом воображении, или жизни, но в использовании высших сил против низших, и в уходе от более низших планов пути вибраций к высшим. Трансмутация, а не самонадеянное преображение. Вот это оружие мастера. И еще красивая такая стата из Кабельского бальона. «Уста мудрости немы для непосвященных». Ну, вот здесь вот такая очень интересная картинка у нас есть. Вот это изображено такое традиционное изображение Гермеса Трисмегиста, или писца богов. И считается, что именно он непосредственно и был благодаря ему, эти знания, эти законы дошли до нас. И вот эти вот… Он жил и проповедовал в Древнем Египте, когда настоящая раса была только владенчестве. В руках у него вот такой вот джезл-кадуцей. Но нужно сказать, что это некий собирательный образ, потому что у египтян еще был бог Тодд, у римлян был Меркурий, вестник богов. Но, тем не менее, безусловно, каждой эпохи были, наверное, посвященные, которые стояли намного выше уровня развития обыкновенных людей, которые несли истину, приносили свет данному обществу. И вот такая вот тоже интересная картинка. Рядом с ним вверху солнышко, а внизу полумесяц, месяц, луна. Это изображение такое символическое… Символическое изображение человека, то есть его высшие солнечные принципы и низшие лунные принципы, или, как мы говорим, индивидуальность и личность. Низшее я и высшее я. И вот что с этим всем делать, как этим всем управлять и говориться в этих герметических принципах. Что еще интересно в этой книге, вообще она есть и в интернете, и на раскладке, можно увидеть, что здесь, кроме какой-то теоретической части, даже приведены герметические аксиомы. И, ну, как бы, практически, можно так сказать, рекомендации, как пользоваться этими законами. Вот что интересно здесь пишется, обладание знанием, если оно не сопровождается проявлением и выражением действий, схоже с накоплением драгоценных металлов. Это бесполезное и ненужное занятие. Знание, как и здоровье, предназначено к использованию. Закон пользы всеобщий. И тот, кто приступает его, страдает по причине своего конфликта с естественными природными силами. Ну, вот какие рекомендации говорят. Вот, чтобы изменить свое настроение или душевное состояние, измените вашу вибрацию. И потом идет разъяснение, как именно можно изменить свои душевные вибрации усилием воли, путем медленного фиксирования внимания на наиболее желаемом состоянии. Воля направляет внимание, а внимание изменяет вибрацию и так далее. Интересно, вот еще такая вот аксиома. Душа, так же как металл и элементы, может трансмутироваться от состояния к состоянию, от уровня к уровню, от положения к положению, от полюса к полюсу, от вибрации к вибрации. Ну, вот такое вот очень интересное нам пришло собрание этих законов. И все-таки давайте еще вот следующий слайд. Ну, нужно, раз мы уже говорили о том, что этими законами, принципами владели посвященные, нужно сказать, что вот Марк Аврели, это древний римский император, судя по всему, тоже он был посвященный. И вот сегодня мы именно будем разбирать закон гармонии и равновесия, ближе к нему подойдем. Насколько важно это было с точки зрения вот этого вот человека. Он пишет, что когда в силу обстоятельств нарушается равновесие духа, восстанови самообладание как можно быстрее. И не оставайся в подавленном настроении слишком долго, иначе тебе будет уже нельзя помочь. Привычка восстанавливать гармонию усовершенствует себя. То есть из всех вот законов, которые мы перечислили, вот он выделяет именно вот эту вот важность равновесия духа, внутреннего равновесия и состояния пребывания в состоянии гармонии. Также о равновесии, если вернуться к предыдущему слайду, очень интересно сказано в Агни-йоге. В равновесии есть начало пути великих. В состоянии этом все частицы оболочек духа, и все оболочки, и все центры, и вся нервная система человека, его мозг, и мысли, и чувства достигают состояния согласованности полной. Пребывание в гармонии — это самый кратчайший путь в достижении цели. В то время как потеря внутреннего равновесия ведет к потере сил, энергии и времени. Двигаясь по жизни в состоянии гармонии, мы достигаем большего, так как мы не нуждаемся в корректировке своих охранничьих поступков, что забирают много сил и энергии. Ну еще важно, вот о важности внутреннем равновесии тоже говорится в Агни-йоге. Запомни твердо, против равновесия ничто не устоит, и никто не силен. И наша уже Елена Петровна, главная соотечественница, одна из основателей Теосовского общества, пишет, зло — это нарушение законов гармонии, управляющих Вселенной. И наказание за это зло должно пасть на самого нарушителя этого закона. То есть насколько важно соблюдать вот эти вот космические универсальные законы. И далее, вот мы сейчас подойдем еще к одному закону, это закон кармы, который в принципе и есть, в общем-то он очень близко связан, можно сказать даже, что это, ну, наверное, близнецы и братья, эти два закона, но все-таки мы немножечко поймем, в чем разница. Я сейчас прочитаю, карма — это принцип, он действует автоматически, сообразно накопленным энергиям, наиболее сложный из всех законов, ибо он пронзает, контролирует и уравновешивает все. Ну вот вообще в своих работах, особенно вот «Ключек теософии», Елена Петровна пишет, что карма — это закон законов, то есть это наиважнейший закон. То есть, как бы мы говорим, что, ну, все законы существуют, они, в общем-то, в какой-то слаженности работают, но вот Елена Петровна уделяет именно карме главное место. Разные трактовки есть у разных эзотериков. Например, вот Менли Холл, он считает, что закон гармонии и равновесия, он более важен. А еще кто-то, например, считает, что закон эволюции важен. Но тут как бы трудно сказать, что более важно или нет. Нужно, конечно, все это понять в комплексе, в синтезе. Но несколько слов о карме. Все-таки почему именно о карме очень много написано, ну, обращаются к этому закону в своих трудах и Елена Петровна Гловацкая, и синтезе, и другие теософы. Карма – это назначение этого закона приводить в божественный план и контролировать этот процесс. Карма уравновешивает все наши действия. Ну, нет, мы говорим, там, хорошая карма, плохая карма – это не совсем правильно. Есть просто некое действие, некое действие уравновешивания наших поступков. То есть если какие-то нехорошие поступки, негармоничные, то сразу же идет некая реакция и, как мы говорим, отработка кармы. Но если мы идем в гармонии, наши действия в гармонии происходят с божественным планом, то, безусловно, я думаю, что обстоятельства будут так складываться, что у нас будут более какие-то позитивные ситуации возникать, будет зеленый свет, и мы будем двигаться далее. И нужно сказать, что, по моему мнению, что такое большое внимание уделяется закону кармы основателями общества, потому что наиболее сурово он действует именно в человеческом царстве. Ну, мне трудно проследить вот так вот сразу. Мы же знаем, что есть царство минералов, растительное царство, животное царство, есть целое сверхчеловеческое царство природы. И вот именно карма почему-то очень жестко и сурово действует именно в человеческом царстве. И люди как бы более подвержены ее законам, ее действиям. Это связано с тем, что человеку впервые дается, именно в человеческом царстве дается свобода воли. И вот эта свобода воли, она не всегда людьми правильно понимается и правильно применяется. Свобода воли предполагает большую ответственность. И свободная воля работает во благо человека, если человек подчиняется высшим принципам, то есть высшему «я», когда его действия, опять же, я повторяюсь, гармоничны с божественным планом. Но если мы нашу свободу воли используем, руководствуясь нашими низшими принципами, нашим эгоизмом, безусловно, она нам действует во вред. И именно вот поэтому, наверное, такое большое внимание уделялось разбору именно вот этого закона кармы Елены Петровны Баванской. Итак, чтобы понять, что такое гармония, давайте немножечко пойдем от обратного и посмотрим, что такое дисгармония. Ну вот есть, опять же, две цитаты, можно их сочетать. Джой Пайпер – это президент английского теософского общества. У нее начало 20 века. У нее есть очень хорошее такое крестоматийное, можно сказать, учебник. Называется «Человек – это вселенная в миниатюре». И вот можно сказать, что это крестоматия для студентов или учеников теософии. И вот именно там она пишет, «Дух и материя оба являются важными составляющими проявленной вселенной. И если есть тенденция погружаться в одно за счет другого, наступает дисгармония». Ну, вы, наверное, кто читал произведение Елены Петровны Блаватской «Из пещер и дебри Индостана». Там есть очень интересное, когда она писывает свое путешествие по Индии. И очень много они встречают йогинов этих, которые сидят и медитируют годами в некой позе. И вообще, как это тело еще живет, очень трудно понять. И приходят ученики этого йогина, и как-то это тело пытаются обслуживать. Там они его как-то молоко туда вливают, потом его купают. То есть это уход такой от физического мира. То есть это крайняя точка. Или точно так же наоборот. Человек, есть люди, которые вот, особенно сейчас, живут только сегодняшним днем. Да, вот сегодня есть материальная вселенная. Вот надо работать, карьера, амбиции. Это другая крайность. Но, по-моему, нужно просто жить так, чтобы… Вот мы изучаем эти духовные знания нам даны. Мы какие-то духовные практики делаем. И для чего это все? Это для того, чтобы мы потом могли это все привнести в наш физический план, в нашу жизнь, в нашу семью, в нашу работу. Чтобы это нам помогало. То есть, опять же, в гармонии должно все это пребывать. То есть физический мир нужно отдыхотворить, а дух нужно привнести, то есть напитать, вот привлечь в наш физический план, в нашу повседневную жизнь, если можно так сказать. Елена Петровна тоже пишет, боль и страдания являются результатом отсутствия гармонии. И единственная и ужасная причина нарушения гармонии – это эгоизм в той или иной форме. И вот мы очень много на наших занятиях часто вот об этом эго говорим, что вот оно у нас есть, и это вот наш плод наших предыдущих жизней, и надо нам что-то с ним делать. И вот там такие есть страшные моменты, как страж порога или темная ночь души. И все это вот эти вот внутренние страдания, все это проходим мы, и это все так, ну, немножечко, вот мы пытаемся даже иногда там бороться. Но на самом деле это наша природа. Мы есть часть природы. Это такая же природа, наше эго, как и наш голос. И я, как профессиональный музыкант, хочу просто такую параллель привести вам. Вот представьте себе, вот сколько людей, столько разных голосов. И голос человека неповторим. И голос – это наш звуковой код, это наша меткая звуковая вибрация, которая с нами на протяжении всей нашей жизни и практически голос не меняется. Внешность может измениться, а голос не меняется. То есть лично, вот можно, если так сравнить с нашим эго. Вот наш голос. И вот в один прекрасный момент вдруг вы хотите научиться петь. Вы понимаете, или вам не нравится ваш голос. Он, голос может быть слабый, может сильный, высокий, низкий, он может быть неприятный, может быть, наоборот, красивый голос. И вот вы, допустим, хотите научиться красиво петь. Что для этого нужно? Конечно, вы можете почитать, как научиться петь, но вы, конечно, перейдете к учителю, к мастеру, который послушает вас и скажет. Вот у вас такой голос. Вы не сможете стать, например, или вы сможете стать профессиональным певцом, потому что у вас есть природный, профессиональный голос. Я работаю с вокалистами, как концертнейстер. Я немножко, мне этот пример кажется, может быть, так-то будет интересен. Или вы не сможете. У вас, вы знаете, у вас небольшой диапазон, к сожалению, и голос такой слабоватый, но вы все равно сможете научиться. Вы можете укрепить то, что у вас есть. А благодаря упражнениям, расцветкам, вы можете и правильной постановке, голоса нашего и дыхания, кстати. Вокалисты, у них правильное дыхание. Они дышат, как мы называем, пранаямонти, а фрагмальное дыхание. И правильно дышать. Если вы будете каждый день заниматься, делать определенные упражнения, если вы будете правильный образ жизни вести, вы будете правильно питаться, вовремя ложиться спать, вовремя вставать. Это очень важно, потому что это физиология, голос, это природа, это природный инструмент наш. Вот тогда, может быть, у вас будут какие-то результаты. И точно так же, наверное, я думаю, надо нам и работать с нашим эго. Действительно, мы должны в первую очередь принять, что да, у нас есть какие-то недостатки, то, что нам не нравится. И, может быть, прислушаться к найти руководителя, какого-то учителя или человека, который больше знает нас, более опытный, который дальше прошел по этому духовному пути. И обязательно начать работать, ежедневные тренировки. И тогда, может быть, наше эго действительно, оно трансформируется, оно укрепится, какие-то качества укрепятся, да, как голос, что-то мы можем приукрасить его, как-то голос, он окрашивается, вот у тебя амбертонами, есть определенные приемы, когда он делается красивым, этот голос, звучащим, глубоким. И точно так же с эго, если мы будем с ним работать, я думаю, что оно тоже сможет стать лучше. И вот здесь вот еще один рисуночек, дисгармония такой, вот я его привела. На самом деле здесь как бы показан раздор между мужчиной и женщиной, да, какая-то конфликт, а между ними как-то молния какая-то стрельнула. Но на самом деле я этот рисунок вижу более целостно, ведь человек, он, если помните, изначально в третий раз он был андрогинным, он был гермафродитом, потом произошло разделение полов. И, скорее всего, я бы сказала, что если человек внутренне гармоничен, если нет какого-то внутреннего неприятия, то есть в любом мужчине есть, мы знаем, женские признаки, и в каждой женщине есть мужские признаки. То есть, ну, это так, грубо говоря. Но на самом деле это, мне кажется, что если человек внутренне будет гармоничен, и внутренне у него не будет никаких конфликтов, будет внутреннее принятие, то и внешне он будет гармоничен. Политическая ситуация, президент, экономическая ситуация, оно все будет, но оно не будет его раздражать. А ведь на самом деле вот такое качество, как раздражение, мы часто не замечаем, мы на что-то раздражаемся. Но на самом деле оно кажется безобидным, но на самом деле это очень опасное качество, потому что в момент раздражения, вот ясновидящие говорят, что человек выбрасывает, человек как бы он покрывается таким вот кричневым дымом, и его называют ядом-империлом. И на самом деле этот яд очень заразен. Мало того, что человек заражает сам себя, он очень быстро распространяется, и вот если вы помните, раздражение очень быстро передается. Если вы утром стали раздражены, то ваши домашние тоже получат доли, это обязательно кусочек вашего раздражения. Но работать с раздражением достаточно сложно. И поэтому нужно обращаться к внутренней гармонии, быть гармоничным. И вот как же нам быть гармоничным? Что же для этого нужно? Какие практики? Или какое состояние? Или какие качества характера нам необходимы для того, чтобы мы были гармоничными? И вообще что такое гармония? Гармония у древних – это согласие разногласного. Конкордия дискорс. А теперь давайте вспомним ту цитату, с которой мы начали сегодня, цитату мастера Каха, когда он сказал, что разногласие – есть гармония Вселенной. Так вот, гармония – это конкордия дискорс. Философия, согласование разнородных и даже противоположных конфликтных элементов – это тоже есть гармония. В эстетике – это слаженность целого, рождающаяся от сочетания противоположных по качеству сущностей. Также в музыке есть консонанс и диссонанс, и мы с ней тоже об этом поговорим. Итак, что же такое, что же нам нужно для обретения гармонии? Нам нужно равновесие. Равновесие как внутреннее, так и внешнее. Ну, в моей практике, например, я вначале познакомилась с внешним равновесием. Что такое равновесие, я поняла в детстве, когда мне сказали, что вот надо попробовать пройти по этому бревну на детской площадке, держа руки в стороны. И вот как бы для меня равновесие, как-то я познала больше через физику. И, между прочим, я знаю, что в практиках вот цигун есть специальные упражнения, когда там человек стоит на одной ноге. То есть я через физическое равновесие попытаться прийти к внутреннему равновесию. Безусловно, такое состояние, как любовь, оно тоже способствует внутренней гармонизации человека. Вот если вы помните, в юношестве, да, влюбленность, дается нам влюбленность, все проходят через эту практику, через этот опыт. И когда человек влюблен, говорят, влюбленные не болеют. Он гармоничен. Он мир видит в розовых тонах. Его ничего не раздражает. У него нет врагов. У него все друзья. Мир прекрасен, потому что он влюблен. Но влюбленность нам дается как некий такой опыт, маленький опыт познания вот этой вот большой истинной любви, принятию, которому мы все время потом хотим пережить это состояние. И вот принятие, действительно, принятие противоположного какого-то мнения, противоположного какого-то качества. И осознанность. Следующее. Следующее качество или следующее состояние. Очень важно. Вот осознанность. Вообще-то, мне очень понравилось, как практиковать осознанность. Ну, я думаю, кто был на лекциях Хаучина, он поймет, о чем я говорю. Я поконкретнее хочу рассказать. Вообще, вот это его трактовка, этого качества, и она мне понравилась. Он говорит о том, что осознанность – это некая свободная энергия, которая существует в природе. И, как правило, людям не хватает энергии по жизни. И когда мы находимся в этом состоянии осознанности, то мы можем пользоваться этой энергией. Мы ее восполняемся. Мы проводим через себя вот эту вот энергию. Что значит осознанность? Это быть здесь и сейчас. И вот такой пример был хороший, я помню. Мне он очень нравится. Осознанность можно практиковать, ну, лучше практиковать где-то на природе, когда желательно в тишине. И вот вы пришли на селе, хорошая погода, и вы вначале смотрите на все отдельно. Вот птицы поют, мы слышим, вот небо голубое, вот солнце, а вот деревья, а вот цветы. Как бы вначале мы это все по частям воспринимаем, а потом в какой-то момент мы начинаем это все целостно воспринимать. Вот такая вот практика очень интересная, воспитание в себе осознанности. Ну, также важно, безусловно, осознавать и как позитивные, так и негативные свои качества. Следующие два качества или состояния – это самодисциплина и самообладание. Безусловно, это очень такие волевые качества, это уже как бы воспитание воли. Вот если равновесие, там принятие, любовь – это более такие, может быть, качества эмоциональные, вот такого плана, то самодисциплина и самообладание – это очень важные такие волевые качества. Ну, например, самодисциплина. Вот, например, давайте каждое утро дать себе слово делать зарядку или какую-то другую практику, но делать это регулярно. Или, допустим, не ужинать, или не есть там после какого-то времени. То есть вот такие вот некие практики, они кажутся, с одной стороны, что это, ну, какое там отношение имеет оно там, зарядка к духовности. А очень прямое, потому что это нас дисциплинирует, это закаляет нашу волю. Самообладание – тоже очень хорошее качество. Это владение собой, владение ситуацией. Качество готовности очень интересное, или состояние готовности. Это не есть нервный порыв, но есть временное напряжение. Готовность – есть гармония центров, всегда открытых к восприятию. Человек полный гармонии, всегда получает и всегда дает постоянная готовность из продукта здоровой психической энергии. Это из агни-йоги фрагмент. Ну и вот целостность, безусловно, то есть принятие, принятие себя, в первую очередь, своих негативных качеств. И состояние единства. Это вот то, к чему, в принципе, мы должны стремиться. Следующий слайд. Итак, единство. Ну, каковы пути достижения единства? Как нам к нему прийти, к этому единству, внутреннему единству, которое нам поможет обвести внутреннее равновесие и внутреннюю гармонию. Вот следующие практики. Размышление, концентрация, созерцание, молитва и медитация. Ну, по поводу размышления, наверное, вы помните эту цитату Блаватской, когда она говорит, что читайте 10 минут, нужно 10 минут читать и 2 часа размышлять. Размышлять больше. Больше находиться в состоянии такого внутреннего, ну, как говорится, размышления с самим собой. Вот это состояние размышления, оно очень внутренне гармонизирует и успокаивает. Концентрация. Ну, есть много практик, которые учат человека, человеку концентрацию. Это может быть там концентрация на каком-то предмете, концентрация на каком-то одном качестве. Вот. И удерживание, допустим, на каком-то состоянии, удерживание внутреннего состояния. Ну, эти все, безусловно, они взаимосвязаны, вот эти все перечисленные практики. Созерцание, молитва в христианстве. Молитва помогает людям. Вот этот набор слов, он помогает, молитвен, он вводит человека, читающего молитву, в некое такое состояние умиротворенное. Мало того, там и определенные коды заложены. Точно так же, как мантры, прописание мантр, тоже вводит человека в такое состояние внутреннего равновесия, состояние внутреннего единства. И, ну, последняя вот медитация, это вообще, ну, сейчас это очень модная такая практика, и вроде бы как бы все ими занимаются, этой медитацией, и там, я уже смотрю, и по интернету занимаются, и разные подходы есть, и разные методы, уровни. Но мне нравится, я практикую медитацию, которую предлагает Хао Чин, мне она очень нравится, она непростая. С одной стороны, она простая для выполнения, но для достижения вот этого вот внутреннего умственного покоя, остановки вот этого вот ума нашего, который без конца крутится, это достаточно сложный вид духовной практики. И цель медитации, как говорит Винсент Хао Чин, это не столько научиться управлять мыслями, сколько не дать мыслям управлять вами. То есть не дать захватить себя вот какими-то, вот пришла мысль, да, и она вот нас закручивает, закручивает. И опять же, вот это правильное дыхание, абдоминальное, да, геофрагмены, и пронояма мы называем, оно помогает немножечко себя гармонизировать. Ну, безусловно, нужно практиковать каждый день, стараться по возможности заниматься этими практиками для достижения вот этого внутреннего гармоничного состояния. Беловацкая писала о том, как важно, ладно, как важно, к сожалению, я не могу ее полностью, она у меня закрыта. Сейчас я выйду, сейчас, одну минуту. Сейчас, сейчас, извините. Мы все относимся к себе как к отдельным единицам, хотя, по сути, мы есть одно неделимое целое, капли в океане бытия, неотделимое от других капель. Именно в этом чувстве обособленности, обособленности корень всего зла. О важности медитации говорила, о важности состояния единства говорила Елена Петровна. И у нее есть диаграмма медитации, так вот первым пунктом она говорит, попробуйте сконцентрироваться на состоянии единства. И для того, чтобы, ну, далее выполнять вот эту медитативную практику. Важная, важность этого состояния. Итак, следующий слайд – динамическое равновесие. Нужно сказать, вот теперь, о природе и динамическом равновесии. Природа изначально обладает динамическим равновесием. То есть, вот смотрите, в году 365 дней, и только два дня в году у нас равноденствие. И то мы как бы приближаемся к некому состоянию равновесия, и потом идет, допустим, нарастание Солнца или убывание Солнца. Но мы знаем, например, что кажется, что природа, где-то идут дожди, где-то, допустим, какие-то циклоны, где-то засухи, где-то вулканы, где-то землетрясения, а где-то на море Штиль, а где в океане, например, а где-то может быть какой-то внутренний покой на каком-то побережье или где-то в пустыне. Такое бывает полное состояние успокоения, покоя. И мы всегда видим просто это отдельно. Вот там вот где-то землетрясение. Но мы не видим, что на другом конце обязательно где-то будет умиротворение. И вот Шри Рам, это один из президентов Сосовского общества, пишет, «Природа через человека, поскольку человек учится отождествлять себя с ней, стремится создать порядок в гармонии и красоте из материи, присущей человеческой жизни, и предназначенной для использования человека. То есть мы являемся частью природы. И любое, вот этот маятник, то, что мы говорим, зашкаливание, вот в состояниях наших, оно, если, допустим, даже детка маленький может вспомнить, и говорит, «Детка, ой, не надо много смеяться, потому что будешь плакать». Действительно, когда ребенок сильно перевозбужден, ему потом обязательно нужно расплакаться, чтобы снять этот стресс. И учитывая вот эти вот все колебания маятника, очень важно научиться как бы находиться в состоянии минимального колебания этого маятника в пределах одного качества. Ну вот, например, излишняя экзальтация, это тоже плохо, излишнее возбуждение, потому что обязательно природа захочет это компенсировать, и маятник обязательно начнется в другую сторону, и через пару дней вы можете впасть в уныние. Или потом, да, и если долго не выходить из уныния, можно вообще потом впасть в депрессию. Поэтому есть такие очень красивые состояния, они мне нравятся, поэтически, которые называются, например, «Тихая радость» и «Светлая грусть». то есть минимальное состояние вот этого эмоционального какого-то колебания в пределах какого-то одного качества. Следующий слайд. Макс Гендель. Макс Гендель у нас это очень интересная такая личность в истории. При рождении его звали Карл Людвиг фон Горасхоф. Это американский оккультист, мистик, ясновидящий, эзотерик, розенкрейцер, писатель, астролог, один из зачинателей современной астрологии в США, выдающийся христианский мистик Америки. И также в 1909 году он основал братство розенкрейцеров. И, кстати, в этом же году и вышел в свет первое издание Кибалиона на французском языке. И вот у него очень много интересных книг по поводу оккультных книг и мистического такого направления. в наших состояниях. И он пишет, как только мы ощущаем зов духа, наше равновесие нарушается. И чем более пылко мы устремляемся на поиски Грааля, тем яростнее разгорается внутренняя битва. То есть вот этого вот точки, вот этой равновесной, в которую мы можем попасть, нам кажется, на самом деле она есть, но ее не существует. Вот так вот парадоксально. очень часто люди, как бы прикрываясь вот это равновесие, очень часто выдают за равнодушие. Вот бывает такое вот состояние человека, он говорит, да, я вот весь такой разновесный, я на то не реагирую, я на это не реагирую. А на самом деле есть очень опасность большая, что за вот этим может скрываться внутреннее равнодушие. так вот равнодушие это наихудшее, что может быть с качеством человека. И то есть вот это вот постоянное вот это колебание, оно просто необходимо. И вот он пишет, музыка теряла бы свое очарование, не уменьшаяся время от времени, диссонанс. То есть диссонансы, они нужны. Если не будет диссонансов, то не будет консонансов. Если не будет напряжения, то не будет и разрешения. И мы никогда не достигнем индивидуальности и самосознания, которые являются целью всей эволюции без божественного разлада. Вот почему и пишет мастер Каха, что разногласие есть гармония вселенной. И нужно научиться в этом разногласии нам видеть эту гармонию, это равновесие и жить, притворять это. И я хочу еще несколько красивых цитат предложить вашему вниманию опять же Шри Рам. Самая совершенная гармония это действительно абсолютное единство. Действие каждой части так соединено со всеми другими, что общий эффект прост и уникален, как совершенный аккорд. Ани Безовт, тоже второй президент эссоцинического общества, йога это буквально единение и это означает гармонию с божественным законом. У нас часто йога почему-то понимается в обществе как выполнение неких осанов, упражнений, но на самом деле это единение и гармония с божественным законом, пребывание с божественной жизнью путем подчинения всем внешним энергиям. Чтобы достичь этого, необходимо быть в равновесии. Поэтому сущность не должна быть подвержена удовольствию или боли, желанию или антипатии. Есть такое еще мудрое высказывание «видеть, но не осуждать». Очень важно. Допустим, вот вы видите, что да, несовершенство этого человека, допустим, или что-то вам не нравится, политическая ситуация или что-то это. Но важно это вот видеть и не осуждать. Как только мы начинаем осуждать, то мы сразу же включаем действие механизма кармы. А на самом деле мы можем на что влиять? Это на наши отношения и на нашу реакцию. Вот наши реакции и наши отношения, они и порождают вот этот дисбаланс, вот это действие кармы, то, что мы говорим. Мы на кого-то раздражились, раздражение пошло, все, началось вот это вот колебание маятника, обязательно будет какой-то нам ответ. А вот видеть и не осуждать и принимать, понимать, вот это действительно, наверное, королевское искусство. Рада Барнье, это седьмой президент теософического общества, в своей статье «Вызов жизни», она пишет, сознательное совершенство может быть достигнуто только тогда, когда мы научимся работать в гармонии с планом самой жизни. Сама жизнь требует, чтобы человек отрекся от своих собственных желаний, импульсов, инстинктов, рефлексов, чтобы могла раскрыться та сила, которая более значительно и важна не по воле человека, а вследствие божественных, о следовании божественным законам и воле природы. Вот такая красивая цитата. И сейчас я вам хочу предложить вот такой музыкальный пример, у нас уже один музыкальный пример был, проявление закона гармонии и равновесия в музыке. Вот такой слайд, и несколько слов я скажу перед тем, как вы послушаете, а я хочу вам рассказать просто вот как же в музыке проявляется этот закон. Ну, например, мы знаем мелодия, как в построении идет мелодия. Если прислушаться, особенно у романтиков, очень наглядно можно будет услышать в этом примере, как же действуют вот эти вот талибания маятника, то, что мы говорили. Вот если мелодия идет наверх, подходящее движение, она обязательно, совершение пойдет у нее вниз или наоборот, снизу-вверх, то есть обязательно вот эти поступенные движения восходящие, они могут с качком уравновеситься, то есть по-разному, но они должны быть уравновешены, они уравновешиваются. Оно может быть фигурообразным, как у романтиков, это в классике это более конкретно, более четко, у романтиков это более так вот фигурно, красиво. Далее, если, допустим, в каком-то произведении автор ставит, например, два форте, фортиссимо, это значит очень громко, то в этом же произведении, в другом месте будет стоять два пиано, пианиссимо, то есть очень тихо. Или если будет там четыре форте, как любят наши Рахманинов, Люди Чайковских, там будет в другом месте стоять четыре пиано. Также в отношении движения, вот тоже Шопен, чем он удивителен, у него свой собственный стиль и он ввел в музыке, кстати, это фортепианный стиль, там определенные требования к исполнению этого стиля есть, и вот он ввел такой термин интересный в музыку, как рубату, рубату. Рубату вообще в переводе обозначает красть, но смысл в том, что сколько ты забрал, ты должен отдать времени. То есть если идет некое ускорение, вот, напряжение, нагнетание, темп увеличивается, то обязательно ты должен по времени потом сделать замедление, и это должно быть все очень гибко, очень гармонично, очень плавно выполняться. если, например, ну, опять же, мы говорили ускорение, то будет замедление, ну, например, если это идут циклы, когда несколько частей, то обязательно есть быстрые части, есть медленные части, которые уравновешивают быстрые части, ну, и так далее. Ну, эмоциональные, безусловно, эпизоды, если есть эмоциональный какой-то подъем, обычно кульминация выстраивается, то в конце может быть спад, или наоборот бывает, наоборот идет кульминация к концу выстраивается, то есть законы очень, очень интересно проявляются в музыке, и я хочу вашему вниманию предложить сейчас это послушать. Дело в том, что я тогда вам сыграю другой актер, ли-бемоль-минорный, он у меня более свежий, я его на днях посмотрела, очень жалко, что тут хорошая запись, что-то не получилось сегодня с техникой, придется играть живьем. Будем считать, что нам повезло послушать живую музыку. Не знаю, хорошо, ну, давайте, у меня как раз, ну, это уже будет тогда тоже шофер, все, что я говорила, оно все остается в силе, тогда это будет актер ми-бемоль-минорный, немножечко другой. классический музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон «Симон»